Правящая коалиция Германии договорилась с оппозицией о выделении 100 миллиардов евро на модернизацию армии. Для этого ФРГ создадут специальный фонд, из которого профинансируют в том числе крупный заказ новейших вооружений. Основная цель – защитить свободу и демократию страны, подняв обороноспособность немецкой армии, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Об увеличении расходов на оборону он объявил еще в конце февраля, сразу после вторжения России в Украину. Тогда Олаф Шольц пообещал, что немецкие власти будут инвестировать в Бундесвер более 2% национального ВВП. Это общее требование для всех стран НАТО, которое Берлин раньше считал избыточным. Для этого правительство ФРГ готово выделить из госбюджета на 2022 год 100 миллиардов евро. В воскресенье после трех часов обсуждений на это согласился и оппозиционный консервативный блок ХДС-ХСС. После окончания Холодной войны Германия сократила численность армии с примерно 500 тысяч человек в 1990 году до 200 тысяч сегодня. Согласно отчету о состоянии Бундесвера за декабрь прошлого года, в полностью рабочем состоянии находились менее 30% военных кораблей. Ранее издание «Обиль» сообщало, что армии едва хватает боевых машин пехоты «Мардер» и танков «Леопард» для проведения учений, поэтому отправить их Украине сложно.